Всем привет, с вами Мистрайт. Сегодня у нас подборка корейских дарам в стиле фэнтези. Поехали! Сказание о Кумихо Когда-то очень давно Лион царствовал на горе Пэгду, управляя лесными духами и сохраняя порядок. Но времена изменились, и теперь он Кумихо – могущественное создание, наделенное сверхвособностями, живущее среди людей. В его жизни есть цель – встретить перерождение его возлюбленной, простой смертной девушки. Он заключил с высшими силами договор, что будет охотиться за существами, нарушающими равновесие и приносящим беды простым людям взамен на возможность поисков своей любимой. Пока он живет надеждой на воссоединение со своей любовью, неожиданно на его пути появляется Нам Джа, девушка-продюсер, создающая телевизионную программу про городские легенды. После случившейся в детстве с ее семьей, она не теряет надежды найти родителей и, чувствуя свою естественную природу Лиона, готова на что угодно, чтобы он помог ей воссоединиться с семьей. Правда, серьезной помехой станет родной брат Лиона – Лиран, настоящее воплощение зла. Он обещает людям достижение желаемого, но взамен забирает самое дорогое. Братья не один век сражаются против друг друга, и к этой битве уже готова присоединиться Джа, к которой Йон начинает чувствовать притяжение. Когда дьявол зовет тебя по имени Одна из моих любимых дарам просто незабываема. Десять лет назад Харип, чтобы стать успешным композитором, заключил сделку с дьяволом и продал ему душу. За отведенное ему время он получил то, что желал, но совсем скоро срок действия контракта закончится, и ему придется возвращать долги. Мужчина узнает, что его популярность и талант ему не принадлежат, они были украдены у молодой певицы и автора песен «Легион», которая так и не достигла заслуженной популярности. Желая отложить момент своей смерти, герой заключает новую сделку с дьяволом. Теперь он должен найти трех людей и заключить с ними дьявольский контракт за пять дней. И одна из них – Ким Игён. Поцелуй демона Сюжет мини-дорамы разворачивается вокруг демона по имени Бон Цу. Уже 160 с лишним лет он живет среди людей. Чтобы стать человеком и обрести людские эмоции, ему нужно поцеловать 10 людей. С каждым поцелуем он начинает понемногу понимать и узнавать человеческие чувства. Однажды он встречает девушку, которая разочаровалась в людях из-за предательства любимого человека. Возможен ли союз между демоном и человеком? Дан. Единственная любовь Дан – ангел. Как и подобает ангелу, он очень жизнерадостный и оптимистичный. Вот только любит попадать в неприятности. Однажды, после очередного промаха, Дана изгоняют из рая. Теперь он сможет вернуться на небеса, только выполнив одно задание – найти настоящую любовь для Ли Юнсо. Казалось бы, что тут сложного, но девушка совершенно не верит в любовь. Она была талантливой балериной, но потеряла зрение, замкнулась в себе и теперь никому не доверяет. Сказка о фее Кирён Однажды фея Сонокнам спустилась с небес, чтобы искупаться в водопаде в горах Корюнсан. В это время ее заметил лесоруб. Он спрятал одежду феи, из-за чего она не смогла вернуться обратно. Немного позже фея выходит замуж за этого человека, и у них рождаются двое детишек. Но внезапно ее муж погибает, сорвавшись со скалы. Фея остается в этом месте в надежде, что когда-нибудь ее муж переродится и покажет место, где он спрятал ее одежду. Ей пришлось ждать 699 лет. В настоящее время она управляет маленьким кафе в горах, и когда случайно встречает мужчину, похожего на реинкарнацию ее мужа, следует за ним в Сеул. Кошачий бар В жизни наступила черная полоса, сердце разбитое, а посочувствовать некому. Герои отправляются выпить, залить свое горе и попадают в необычное место – кошачий бар. И пусть сотрудники внешне и выглядят как люди, на самом деле они коты, которые за сущую мелочь избавят от наболевших проблем и снимут груз разочарования с прячь клиента. Очень милая и забавная мини-дорама на два сезона. Наедине с богами два мира и наедине с богами 49 дней Фильмы поведают о том, что происходит с человеком после смерти. Главный герой Ким Джахон умер, спасая жизнь ребенка. Его встретили три хранителя загробного мира, которые должны защищать его на семи страшных судах. Так как Джахон – благородная душа, он может переродиться через 49 дней, избежав наказания за все смертные грехи, что не под силу обычным людям. Если это произойдет, то его защитники тоже смогут переродиться. Но все не так просто, как кажется. На каждом суде его ждут обвинители, которые так же хорошо подготовились, чтобы никто не остался безнаказанным. Даосский маг Чонучхи Примерно 500 лет назад в государстве Чосон произошло из ряда вон выходящее событие. Волшебная флейта, одной из величайших сокровищ страны, была похищена и оказалась в руках у злого чудовища. Небожители не могли остаться в стороне. Они помогли побороть монстра и, чтобы защитить чудесный музыкальный инструмент от подобных посягательств в будущем, разделили его на две части и передали их на хранение конпуцианскому ученому Хвадаму и буддийскому наставнику Чонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что почтенный монах убит, а та часть флейты, которая хранилась у него, похищена. Подозрение падает на ученика Чонгвана по имени Чонучхи. Наказание юношу вместе с его верным псом Чореном заключают навеки в картину. Проходит много лет, и эта история становится преданием глубокой старины. Никто уже давно не верит в древние легенды, рассказы о героях и злодеях, чудеса и волшебство. Но вот в Сеуле начинают появляться и творить страшные дела, забытые всеми чудовища из старинных преданий. Небожители, которые в современном мире приняли облик священника, буддийского монаха и гадателя, снова собираются все вместе, чтобы противостоять злу. После долгих поисков им все-таки удается в одном из музеев найти картину, в которой томится Чонгвана. Они обещают герою освободить его от проклятия, если он поможет побороть чудовищ, которые творят страшные преступления и наводят ужас на жителей города. В Чонучхе не остается ничего другого, как согласиться, и он вместе со своим верным помощником Чореном отправляется охотиться на монст. Но это дело оказывается не таким простым. К тому же все усложняет еще и то, что герой оказывается совершенно не приспособленным к жизни в современном мире, который за время его заточения разительно изменился. Отвлекает Чонучхе от порученного ему задания еще и знакомство с прекрасной девушкой Соин Ген, которая как две капли воды похожа на бывшую возлюбленную юношу. Небожители уже и не рады, что обратились за помощью к герою, столько проблем и неприятностей он им доставляет, а тут еще и объявляется Хвадан и вступает в противоборство с Чонучхе, обвиняя его в краже второй половины волшебной флейты. Месть Кумихор Кусандек – девятихвостая лисица. Чтобы стать человеком, она терпит 10 суровых лет брака, но ее муж нарушает обещания за день до долгожданной даты. Она бросает его и ночью, тайком, забирает с собой девятилетнюю дочь. Кумихор изочарована в людях и пытается обустроить новое жилище в пещере, но ее дочь, Йон, никак не может приспособиться к новой обстановке. Когда юная Кумихо достигает 10-летнего возраста, ее силы начинают проявляться. Поэтому, чтобы обезопасить дочь, они переезжают в человеческую деревню. Сандек ничего не нужно, кроме счастливой жизни с дочкой. Но ее мечте пришел конец, когда люди начали безжалостно издеваться над Йон. И на смену всем чувствам приходит только одно – месть. Их было двое – маленькая Самджан, умевшая общаться с демонами, и бог Саногон, наказанный небесами за грехи. Познакомившись однажды, они заключили сделку, после чего расстались на долгие годы. С ранних лет Самджан обладала способностью видеть демонов и понимать их язык. Из-за этого ее поведение оказалось окружающим странным и пугающим. Дети и взрослые сторонились Самджан, а докучливые злые монстры вели себя навязчиво и агрессивно. У нее совсем не было друзей. Девочка чувствовала себя одинокой в мире людей и беззащитной перед демоническими существами из параллельной реальности. Однажды Самджан встречает волшебника Мавана и по его заданию отправляется на поиски колдовского веера. Во время путешествия она знакомится с богом по имени Соногон, который находится в заточении за совершенные грехи. Соногон просит девочку освободить его из плена. В обмен на это он обещает защитить ее от демонов при условии, что в случае опасности она позовет его по имени. Однако, оказавшись на свободе, коварный Соногон нарушает условия договора и стирает свое имя из памяти Самджан. После этого он исчезает, оставив бедняжку один на один со злыми духами. Проходят годы. Самджан из наивной миловидной малышки превращается в красивую преуспевающую бизнес-леди. Девушка занимает должность директора компании недвижимости и с успехом проворачивает выгодные сделки. Помня о том предательстве, она научилась самостоятельно справляться с агрессивными демонами. В качестве орудия для защиты от этих зловредных существ Самджан использует свой желтый зонтик, с которым не остается с детских лет. И вот однажды в ее жизни снова появляется Соногон. Моя девушка Кумихо Пять веков назад в наш мир пришла Кумихо. В отличие от остальных лис, жестоких и коварных существ, питающихся человеческой печенью, она желала стать человеком. Но ее нечеловеческая красота стала проклятием. Женщины, которые не могли вынести того, что их мужья и сыновья очарованы ей, обратились к ее бабушке с просьбой лишить лисицу подобных сил. Пятьсот лет томилась дева, заточенная в картину. Для тех пор, пока ее не освободил Ча-Те-Ун, молодой человек, удравший из семьи ради того, чтобы стать актером. Невеста речного бога Немного самовлюбленный бог Хабек спускается на землю, чтобы найти камень, сила которого поможет ему в борьбе за престол. За помощью он обращается к своей слуге и предназначенной ему судьбой невесте, психиатру Соа, чья семья прислуживала богам с давних пор. Проблема заключается в том, что Саа не верит в существование богов и думает, что он всего лишь очередной ее пациент, страдающий от галлюцинаций. Все запутывается еще сильнее, когда на сцене появляются и другие боги. Блэк Детектив Хан Муган встречает странную девушку Харам, которая постоянно носит солдезащитные очки. Дело в том, что она видит тень смерти и знает, каким образом в скором времени умрет человек. Тьма, окружающая главную героиню, пугающая и похожа на проклятие, однако детектив напротив считает это даром. После одного трагического происшествия в Мугана вселяется жнец смерти по прозвищу Блэк, который должен найти своего напарника, скрывающегося в чужом теле. Он теперь и сам незаконно на небесах, и темному нужно торопиться. В способности Харам приходится как нельзя кстати, но как заставить девушку работать на него, только убедив в том, что он хочет предотвращать вместе с ней увиденные в видении смерти. Тем временем за Муганом охотится таинственный убийца, а сам парень, похоже, вел какое-то расследование и был совсем не таким простаком, каким казался окружающим. Впрочем, это все мало интересовало Блэка, пока он не понял, что если не разобраться в этом деле, может лишиться подходящего тела и в придачу шанса реабилитироваться на небесах. Токкеби или Гоблин Токкеби мечтает избавиться от своего бессмертия и обрести покой. Его мучают воспоминания о человеческой жизни 900 лет назад, о нечастливой судьбе, долг, верность, сражения, реки крови, предательство, смерть родных людей, его смерть от собственного меча и проклятие, положившее начало бесконечному одиночеству. Чтобы снять проклятие, Токкеби нужна невеста из простых смертных, девушка с особенным даром. Он в вечном поиске и разочаровании. Жнец смерти – пунктуальный трудоголик, одержимый незавершенной миссией найти потерявшуюся много лет назад душу человека, не пожелавшего умирать. По воле случая две мощные силы Токкеби жнец оказываются под одной крышей, теперь они соседи, которые не переваривают друг друга. Когда выясняется, что предмет их поиска – одна и та же девушка, события принимают еще более непредсказуемый оборот. Книга семьи Гу Одной из сильнейших божеств Кумихо, Гу Вальрен, вот уже сотни лет живет своей миссической жизнью, пока однажды не оказывается свидетелем того, как юную девушку Юн Сон Хва силой пытается заставить стать Кисен. Красота и невинность героини настолько западают в душу Вальрена, что не в силах противиться своим чувствам, он переступает черту и защищает красавицу. Любовь согрела его тысячелетнее сердце. Ради нее Вальрен решает отказаться от бессмертия и стать человеком. На пути к своей человеческой сущности он стойко переносит все испытания, но судьбой уже предназначено предательство, боль и проклятие, которые сделают его монстром. Пройдут года, и из пепла этой истории взойдет росток новой жизни – тот, кому суждено было родиться получеловеком и полубогом Че Хан Чи. Молодой герой должен встретиться лицом к лицу со своей сущностью, научиться ей управлять и найти свой путь в мире людей. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аняон! Субтитры создавал DimaTorzok